Всем привет, с вами Ян Матвеев. Бортников назвал организаторов теракта в Крокусе, командующий армии отправлен в отставку, а Кадыров поделился мечтой. Директор ФСБ Бортников заявил, что украинская разведка имеет непосредственное отношение к теракту в Крокусе. Вот прям так и заявил. А еще сообщил, что подготовку, финансирование, само нападение и отход террористов координировали члены группировки Вилаяд Харасан. То есть, он буквально повторил то, что говорили специалисты с самого начала и о чем предупреждали американские спецслужбы заранее. Теракт это ответственность Вилаяд Харасан или, как их еще называют, ИГИЛКА. Но сверху Бортников докинул Украину, вообще не приведя никаких доказательств или улик. А вот таким господам, как Кадыров, доказательства и не нужны. Вопреки всем слухам, глава Чечни умирать отказывается и мечтает посадить Зеленского в подвал. Тем временем его начальник Путин приехал в Минск навстречу с Лукашенко. Тот довольно оригинальный, приветствовал диктатора. Это что же получается? Путин белорус? Он же вроде в Ленинграде родился, там его родная земля. Самые крупные инфо-цыгане потеряли в 23 году 3,5 миллиарда рублей. Их доходы сократились на 78%. Вот известия даже инфографику сделали. В основном потери, связанные с проблемами с законом. Проще говоря, раньше инфобизнесменов не трогали, а теперь заставляют платить налоги, которые они задолжали. Похоже, золотая эра инфоблогеров подходит к закату. А еще в Госдуму внесен законопроект о лишении водительских прав до полутора лет за применение устройств, скрывающих госзнаки. Обычно в качестве таких устройств выступают обычные бумажки. Возможно, речь идет именно о них. В Петербурге сегодня ночью столкнулись два теплохода на Неве. Один из них врезался в опору Благовещенского моста. К счастью, никто не пострадал. Сюда получили небольшие повреждения и продолжили движение. Вот видео, собственно, инцидента было на ваших экранах. Вчера вечером украинские силы нанесли ракетный удар по Алуште. Губернатор Крыма Аксионов утверждает, что попадания были по пустующему объекту хозяйственного назначения. Но, скорее всего, был атакован узел связи российской армии. Шесть ракет Атакамс достигли своей цели. Кроме этого, взрывы были в Симферопольском районе Крыма. Там погибли два человека. Тем временем в российской армии продолжаются перестановки. Снят с должности командующий 20-й армии генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов. По слухам, его сняли за большие необоснованные потери личного состава. Его армия долгое время пытается наступать в районе Кременной, но заметных успехов так и не добилось. Первая группа украинских пилотов закончила обучение на самолетах F-16 в США. Сейчас украинские летчики направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки. Первые F-16 должны появиться в украинском небе уже в июне. Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов. Пакет будет включать 155-мм артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы и очередную партию наземной техники. Необходимость срочной дополнительной помощи возникла из-за наступления российской армии в Харьковской области. Генштаб Ирана опубликовал предварительный отчет о крушении вертолета с президентом Раиси. На вертолете не обнаружено следов пуль или каких-либо аналогичных повреждений. Он следовал намеченному маршруту и не изменял траекторию полета. Вертолет загорелся вскоре после столкновения с горой. Расследование также показало, что в беседах диспетчеров с экипажем ничего подозрительного не замечено. Сегодня 24 мая и 821 день войны. Собрали для вас все самые важные новости. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш патреон. Огромное искреннее спасибо тем, кто уже поддерживает нас. Увидимся завтра в передаче военное положение.